Беспилотники теперь и на суше. Танки скоро будут воевать без танкистов. Без кремния никуда. Создана новая технология производства квантовых процессоров. Дроны не только в небе, но и на земле. Разработчики военной техники давно трудятся над созданием боевых машин, которые могли бы действовать без человека внутри этой машины. На выставке технологий для вооружения в Лондоне представили именно такие аппараты. Называть эти машины дронами или беспилотниками неправильно. Для них уже есть более точное определение UGV, то есть автономный наземный транспорт. Пока правозащитники и борцы за мир во всем мире выступают против создания боевых роботов и всего такого подобного, промышленные корпорации мировых держав занимаются именно такими разработками. В 90-х примерно полдюжины стран вели боевые действия с помощью беспилотных летательных аппаратов, а сейчас они используются повсеместно, то есть множество моделей. Теперь же настал черед наземных машин, управляемых дистанционно. Появляются ведь проекты автомобилей, которые могут ездить без водителя, а военная отрасль уж точно не отстает от гражданских разработок. Multimission Unmanned Ground Vehicle или MMUGV от немецкой компании Rheinmetall может выполнять ряд боевых задач. К примеру, отправиться в разведку, унести разного рода вооружение и, собственно, участвовать в обороне или наступлении. Боевая машина без водителя может нести на себе до 750 килограммов полезного груза во время сухопутных операций и до 300, когда используются возможности передвижения по воде. MMUGV наделен функциями амфибии. Время автономной работы до 24 часов. Я не думаю, что скоро роботы будут вести войну против роботов, как в фильме «Звездные войны», но каждую новую технологию так или иначе военные примеряют на предмет возможности использования. Каждый раз идет поиск ответа, как это можно задействовать, как будут вестись боевые действия в 21 веке. Multimission Unmanned Ground Vehicle представляется в виде базовых модулей или с навесным оборудованием. Стоимость минимальной комплектации — 500 тысяч долларов. Уже продано около тысячи экземпляров. По всему миру ученые бьются над созданием достаточно мощного и максимально дешевого квантового компьютера. Пока обе эти характеристики в одной разработке совместить удается не слишком хорошо, однако есть надежда, что изобретатели из Австралии смогут положить начало производству дешевых квантовых компьютеров уже в ближайшем будущем. В квантовом компьютере вместо привычных единиц двоичной системы исчисления используются кубиты, квантовые биты. Они могут нести в себе гораздо больше информации, чем привычные единицы и нолень. А сами квантовые компьютеры, работающие лишь на 30 кубитах, могут быть в сотни тысяч раз мощнее, к примеру, самого производительного суперкомпьютера Sunway Taihu Light, собранного в Китае. Но пока при создании квантовых процессоров не удалось преодолеть два ограничивающих фактора. Между атомами обязательно надо сохранить связь и взаимодействие, и при этом следует размещать их максимально далеко друг от друга. Это очень сложно достичь на производстве. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса заявили, что они создали технологию, которая позволит решить эту проблему. Манипулировать спином электрона в рабочих атомах процессора предлагается при помощи электрического поля на контактах у поверхности кремниевой пластины. Это проще, чем манипуляции с лазерами и магнитными полями, утверждает автор разработки. Такие кубиты, создатели называют их перевертышами, флип-флоп кубит, можно располагать на относительно большом расстоянии друг от друга, и они все равно будут передавать между собой информацию. Это откроет путь для создания квантовых компьютеров на основе уже имеющихся технологий с использованием кремния. Наш способ упростит производство, ведь методы будут использоваться те же, что и при создании процессоров для обычных компьютеров и смартфонов. Университет Нового Южного Уэльса создал компанию Silicon Quantum Computing Pty Ltd. Правительство Австралии и ряд частных инвесторов уже вложило в нее 83 миллиона долларов. Планируется, что первые прототипные интегральные квантовые микросхемы, созданные с помощью новой технологии, будут представлены в 2022 году. Это может стать отправной точкой для начала массового производства персональных компьютеров с потрясающей мощью и производительностью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok